Для участников круглого стола тема реформирования местного самоуправления как больная мозоль. По причине неподкрепленных финансами реформ, семеро главпоселений в Бурятии уже сложили свои полномочия. Остальные настаивают. Нет денег, нет полномочий. Полномочий у сельского поселения очень много, но выполнения денежных средств, конечно, не хватает нам. Меня на сегодня волнует ремонт внутрепоселенческих дорог. Отдали бы нам транспортный налог, тогда бы хотя бы 50%. Тогда бы по нашим дорогам мы не ехали, а просто катились. По словам выступающих, существующие порядки плавно подталкивают сельские поселения к самоликвидации. За невыполнение закона в главы отвечают лично. Главная наша защита с вами, чтобы вы не ходили по судам, это статья 85, пункт 4. Там черным по белому написано. Муниципальные образования могут взять на себя полномочия только при наличии источников покрытия этих расходов. А этого нет, но никто не желает этого слушать. Вот глаз вопиющего в пустыне. Но почему, Борис Николаевич? Что это за дискриминация глав? Новые поправки в 131-й федеральный закон предусматривают для сельских поселений сокращение полномочий в три раза. Также реформируется структура крупных городских округов с введением двухуровневой модели организации местного самоуправления, в которой городские районы становятся самостоятельными муниципальными образованиями со своим бюджетом и представительским органом власти. При этом сохраняется вариативность, отметил мэр Улан-Удэ, сделав вывод о нецелесообразности реформы в своем городском округе. Эти изменения не предполагают кардинального и повсеместного реформирования местного самоуправления. Это главная, я считаю, и ключевая фраза, которую я сегодня озвучу в своем выступлении. Законодатель предоставил право выбора территориям самостоятельно определиться с объемом и характером реформирования. По-другому в законе ничего не написано. Затрагивают изменения институт сети менеджмента, в частности, выборы главы администрации. Кроме того, чтобы определить источники наполнения муниципальных бюджетов, отдельными законами будут внесены изменения в бюджетный и налоговый кодексы. В части передачи упрощенки налога на прибыль, сбора за распространенные полезные ископаемые, хотя бы вот эти три вида передали бы. И то можно будет транспортный налог, и то будет выводный налог. Соответственные рекомендации Народный Хурал отправит в Госдуму и Совет Федерации. Алифтина Широкшан и Евгений Павлов. Новости дня.